На-на-на-на-на, вот так вот, оп, короче, махач песочница заканчивается, вы сами знаете, сами видите в пользу кого, ну и, по-моему, да, по-моему, всё так и произошло, как я ожидал, короче, защита, защиту выбирают сейчас игроки датского состава, Тим Дигнитас и, вот я не знаю, будет ли у них ещё другой состав, но предельно, по-моему, понятно, что жесть. Всё, друзья, третья карта, третья карта, полуфинал Винеров, Рагбайт Мастерс и с вами Старладер ТВ, по-прежнему студия СЛТВ, смотрим, смотрим на третью карту, ну вот, по прогнозам, именно, да, именно, так, Каджун, вот это просто твою налево, а, двоих, двоих, как, как он это? делает. У этого парня просто, не знаю, волшебные руки. Сразу видно, что вот из плеч, как говорится, как сказал бы один мне хорошо знакомый персонаж, ну ладно, что здесь, в общем, раунд, я не знаю, провален, всё, по позициям просто все поподыхали. Минус два на полтора, попытка атаковать А от Апекса и с ковров убирает Каджун, батомстил за тиммейтов по джимс Б, это инфа, всё, дуга пустая, значит, это А. На двадцатке дуэт игроков команды LDLC, Кевин Вернолл плюс Апекс и Кевин Вернолл, он же Узи, вот у него можно выговорить фамилию и имя, это вообще просто... Меня радует, тем не менее, посмотрите, развернули на пятнахе, но в плент выходить в двоих, это, конечно, опасно. Убили КТ, думаю, то, что, скорее всего, был поджим Смитана, не спешат выходить на Б, ждут арку. И вот сейчас позиция с библиотеки решила бы просто вообще всё, всё для этой бомбы, но не, давай выходить по одному с арки и от девайса потерпели, бомба упала, 1-0 в пользу этим Дигнитос, ну и сторона защиты, наверное, им сейчас даст нереальный прирост, хотя непонятно. Именно карту Инфернол в ДЛС в своё время показали очень уверенную, хотя во французских дерби оказались послабше. Я вот спешу быстренько на хелт и ворк, и мне сейчас интересно только одно, и то даже вот этого там не посмотреть. Ладно, окей, окей. Ну что, смотрим за Эко, и, в принципе, ничего выразительного здесь не происходит, с разменом Квикли начинает, но это стабильность, опять-таки, в его исполнении. Ну, этого игрока можно, в принципе, наверное, назвать, вот в матчах в интернете, именно он приносит стабильный стимул ДЛС в минусах на Эко и, там, каком-то демейдже. Ну и маньяка тоже списывать не будем, посмотрите сейчас, как он. О-о-о, вот это прибежал просто. Прям на крючок, прям на крючок. Посмотрите, датчане остались в живых вчетвером, но хп было мало. Французы расстрелялись, это факт. Доси, кстати, сейчас видел Досю. И спросил, как хэппи, он говорит, нормально. Он говорит, нормально, но скажу сразу, что игроки команды Hellraiser сейчас пристально наблюдают за этим матчем, и параллельно этому еще успевают тренироваться. Сегодня играли Prax Virtus.pro, вот такую вот я могу вам инфу сказать. Мираж тренировали, мираж. Видать, видать, увидим сегодня миражов, может быть. Так, ну что, девайс. Вот это да, вот это да, двадцатка просто так забегает, и тем не менее маньяка сбривает в спину. Дюпри отвлек на себя внимание, но едва не умер. Бомба падает на двадцати. Для атаки это тупик, и единственный шанс здесь что-то попытаться предпринять. Но здесь уже просто без шансов выходить. Все, с глоками, без арморов. В общем, это бай на третий раунд, скорее всего, даже без попытки поставить бомбу. Но если будут сливать, если сейчас сольют еще один подряд, то это будет уже дисциплина. Хотя, хотя давайте посмотрим. Четыре, три там, да. Да, 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 да. Три, ноль. Что-то я вообще за... Они же двайк сыграли, я что-то с ума сошел, извиняюсь. Все, у меня просто уже плавит, плавит. С непривычки столько Counter-Strike получить. Зрелищного Спустя почти неделю Инактивы это Ну это стоит того Как минимум Так, ну что ж Атака второй мидл Плановая, на этот раз сыграли второй мидл Очень аккуратно Боятся, боятся поджимов от Каджунба Не хотят неприятностей Каджунб уже показал То, что он может это делать Это значит то, что То, что он это один раз сделал, не факт, что он сделает это второй раз Но, скажем так, тимплейный поджимщик В стиле Ашеров, например Ковры, люлька Плюс мидл, был бы, наверное, весьма Зрелищный со стороны Датской команды, но вот это не их стилек Как раз таки это не их стилек Ну что, тройка игроков у LDLC Без бомбы находятся на B Они будут делать фейк, но непонятно, фейк это или нет Бомба падает полтора Они пытаются выиграть, по-моему, сейчас немножко времени И завести в замешательство В этим Дигнитес Те, в свою очередь, играют пассивно, играют на чек Девайс чекает 15 Ну вот вырисовывается сейчас схема атаки Отрезающие 15 А атакующие на дуге И фейджер с Ксипиксом, в принципе, сейчас Стоят на неплохих достаточно позициях Вот Ксипиксу самое главное отвернуться Нет флешки, чтобы Ксипикс был белый И ошибаются именно, по-моему, на этом Да, все Ну тут как родные должны сейчас погибать Квикли ждет до последнего Приходит Девайс, ее дым падает Хелпа, все, атака на бой практически закрыта Осталось справиться с Апексом Справиться или нет, непонятно Апекс заходит Ну да, все, справились Зашел нормально, на хелпу свой минус сделал Но не тут-то было Ну что ж, 26 раундов остается Счет 4-0 Первый Девайсный французам не достается Хотя, наверное, они очень-очень и очень Как планировали, чтобы У них что-то получилось Так, и в репортаж Друзья, вот все результаты вы можете найти в репортаже На CSGO StarLadder TV У нас там есть Все результаты, все карты Только иногда расписание фиксится И иногда оно неправильное Но это не наша вина, потому что организаторы сами переносят Иногда даже в последний момент Ну и так, результаты сегодняшнего дня вообще убедительны Фнатик, вот, например, взяли 6 раундов у Титанов на карте ДКэш О чем это говорит? То, что Кэш тренирует Ну и 1-1 по картам в матче ЛДЛС и Дигнитас Вот вторая карта была, конечно, очень жесткая Датчане, что им свойственно, сыграли Очень уверенно, очень уверенно довели ситуацию до допов Для тех, кто не смотрел, повторю Датская команда играла в камбэк Вновь довела ситуацию до допов Но перепрыгнуть потолок Припрыгнуть потолок своих возможностей Просто Не смогла И французы убедительно завершили серию Из 4 раундов ДДАС-2 в свою пользу Тем самым Счет стал 1-1 На карте Денюк, на первой карте Все происходило Под диктовку француза в первой половине И под нереальный Не знаю И нереальный КС показали Датчане Именно во второй половине Дав просто мега удивительный Камбэк Икли Вот это дуга Просто мастер-класс Тем не менее Минус 2 Ой-ой-ой-ой-ой Такие минус 2 И на дугу не побежали дальше Один погиб Второй Остальные пытались атаковать Тяну в этот момент Мега железно разыграли Хэппи остается 1-2 Бреет кафель И вот это поворот Дюпри бежит на центр Каджун ждет бомбы Бомба лежит на полтора Дюпри ее сейчас заметит Или заметил Непонятно Скорее всего видел Вот мы не можем видеть От его глаз Его радар Если Ну да Он ее видел Скорее всего ждет Что я буду забирать Спокойненько справляется С хэппи Хотя тот чекнул Тот чекнул Сыграл внимательно И тем не менее 6-0 Черт Ну вот разводки Против датчан Не получаются Слишком уж хороши По-моему Эти парни Чтобы вот Вестись на Такого рода мувы Такие минус 2 На бэй Эх И поспешили Просто поспешили Элементарно Нужно было подождать Но куда же Там ждать Так Чек медла Девайс Опасно Но опасности Там никакой На самом деле нету Потому что Нету ВП Вот эта граната Была просто Всех взорвала Прямо Прям взорвали Датчане сейчас Просто всю дугу Насмерть Тут война Так Ну давайте смотреть Что будет делать Сейчас атака Пытаются снова Организоваться Сказать тут По факту Как бы нечего Да То что заняли дом Ну есть там Один игрок Отлично Датская команда Играет на чек медла И французы готовят По-моему Сейчас врыв на 15 Если я не ошибаюсь Дым полетит на библу И Нет 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 Будут с дома Делать десант И у датчан Всего лишь один Закрывающий этой точки То есть это как минимум Размен Но тут должно повести Еще как-то с таймингом Переключимся Наверное на Дюпри Давайте смотреть Он играет В ассистентах у него Каджун Дюпри становится белый Хорошие флешки Перестраивается Уверенно забирает первого Падает бомба Но его разменивают Каджун подхватывает сигареты Запирает также плент Запирает плент Ну вот три пули Остается Уходит на релат Хэппи пытается его найти Врывается также в точку Видит его Каджун Ну закончишь ты сегодня Нет Нет Говорит Хэппи Но два в одного И тут уже пришла халпау Хэппи нет Никакого выбора Не отойти Нужно только драться И на этом раунд Заканчивается 7-0 Начинается все как на нюке Только на инферно И в пользу датской команды Неужели будут полны Безыходности ЛДЛС Вот я не помню Аниматч на Старладере Когда играли с клан Мистик Проиграли они его ведь На этой карте Или выиграли Память моя Совсем меня подводит Сейчас посмотрим Так А здесь матч-хистри нету Ладно На Старладеру Железть не будем Будем смотреть матч Нельзя отвлекаться Фетиш 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 сейчас чекнул Дугон На самом деле видел Как я Вроде бы заметил Да заметил Все полетели дымы Пошла обратная раскидка Но французы здесь уже пытаются Сейчас играть больше Больше как-то прямолинейно Посмотрите Даже попыток не предпринимают Развести Игра на выжидании Моменталки И будет ли прием Скафеля Непонятно Есть Ксипик Фетиш Да Разыгрывают Б-плент Свою пользу Дают первые два фрага Французская команда Продолжает упорно Наступать на пятки Дым просто сейчас Ну вот С этим дымом Так подмастили Конечно Сейчас Датчанам французы И именно Этот дым сыграл важную роль В хелпу не зашли Фетиша не заметили Зафокусили плент Но смотрели не туда 8-0 И это только Я даже не знаю Это наверное Какая-то Седьмая минута матча По сути-то дела И уже 8-0 Ну бодренько Теперь деньги заканчиваются LDLC не ставят бомбу Проблемы Будут по-моему Преследовать этих парней О, теперь можно профиль смотреть Вот это да Вообще супер Именно за этим Наверное и надо было Сделать рет рай Ну если это баг То это будет весело Ну давайте посмотрим Что будет на эко Кто будет героем Так, двадцатка упадет Должна упасть Да, падает двадцатка Два игрока остаются Практически беззащитная Ну просто как бы Здесь у Девайса АВП Его можно загнать Ну почему пятнадцать То не бегут Непонятно Теряют же время Теряют драгоценное время Квихли минус АВП Девайс Ну как ты так Как же ж так-то Ой-ой-ой-ой-ой Девайса просто колбасит Ну спасает Ксипекс его Конечно сейчас Но могли лишиться Снайперы Ничего страшного 9-0 9-0 просто сходу Видать Третья карта Будет очень быстро Итак LDLC Один с раунда взяли У клан Мистик Да-да-да Спасибо большое Антосикусу За то что он Нам об этом Поведал Рассказал Освежил нашу память Это Огромный-огромный Респект тебе чувак Тем не менее Не теряет французы Надежды Опять Ну это какая-то Я не знаю Тренировка Раскидки Это вот Знаете Баскетболисты Любят Стоять под кольцом И туда закидывать С какой-то Определенной позиции Вот здесь сейчас Просто происходит То же самое Из раунда в раунд Ну тут хоть Раскидали нормально Как я смотрю В плент удалось Пробраться Но врасплох За статник Вот едва-едва Не тимкил Опять откликли Ну что за жесть Ложится молотов Запирают игроков Атаки Готовит Квикли гранату Маньяк разыгрывает Минус девайс Отлично 2 в 3 Двадцатка заходит Айпекс должен Сейчас играть Айпекс должен Просто играть Именно он Должен спасти Так С двадцаткой Так Фетиш вламывается В этот момент Плен застает Врасплох Квикли Бомба не стоит Мечится Французы Мечатся В итоге в пленте Все Пески открыты Айпекс Ты где Не туда Смотрит сигарета Все Айпекс закрыл Ура Ура Маньяк конечно Сейчас едва-едва Едва-едва Не оставил этот раунд С своим оппонентом 9-1 Французы слегка Размочили счет Но Опять таки Вот темп игры Настолько быстрый Что сказать Пока что Даже нечего Что будет дальше Предугадать Очень сложно Но мы Не угадываем Мы просто смотрим И наслаждаемся Повторная попытка Атаки Аплент Принимающий Каджун падает Пески Дюпри Справляетесь Мы обязаны Всей девайс упортить С малых Ну Бомба ставится Ну вот как Выбирать Ну тут Двойная ловушка Для Тима ЛДЛС В апленте Прямо с начала раунда Быстрая хелпасс Б была И Плен сыграл Очень-очень четко Ну Одного конечно Игрока отдали Но по-моему там Очень четкая инфа прошла Сколько зашло Куда зашло Как зашло От этого разменяться Даже не удалось Нормально 12 раунд Первой половины И По-моему Французы сейчас Готовятся Французы сейчас Вот С такой игрой Должны уже готовиться К встрече с Хелл Рейзерс Матч начнется Если я не ошибаюсь Через Ну как Закончится Эта игра И еще через 30 минут Если конечно За 20 минут Доиграют Вот Ну Конечно же На десерт Матч с Участием Хелл Рейзерс Это будет просто Полная жесть Оставим без комментариев Вы все сами видели Я просто боюсь То что сейчас Что-то скажу И Французы не возьмут Ну вот Сейчас есть шанс Оооо Привет И посмотрите Посмотрите Дюпри еще Вот Испытывает Французское терпение На гранату Не взорвал Не долетело Ну и Дюпри будет Отрезать Слышит первого Забирает маньяка Еще подрезает Ну нормально Нормально Грубо сыграл Дюпри И очень жестко Сейчас на самом деле Продавил 10-2 Смотрим на Бай 23-17 Ну на Эквипент вейлю 23-23 23-24 Но есть ВП У датской команды Есть ВП И девайс по-моему Нет респауна Хотя Такой Интересный Респ на самом деле Будет он делать Выпад на центр Я не Сейчас делать Выпад на центр Опасно Второго конечно Он может быть поймает Моменталка Против этого респауна Была сейчас брошена Хотя достаточно поздняя Но скорее всего Просто догадываются Французы Что Авик будет пытаться Навязывать себя Навязывать себя С первых секунд игры И Тимал делся И занимает медленно Дом Тусуясь одновременно С этим в краю на центре Дуга по-моему Будет выходить Чуть позже Но Как я понимаю Они атаковать хотят Разносторонне В один момент И потом Потом попытаются Нащупать слабое место Пытаются качать Каджун перетягивается На КТ респаун Сейчас есть шанс Выйти на Аплэнд Против меньшинства Оппонента И датчане думают То что это один из тех раундов Которые французы уже делали Но французы Отошли Пада Нормально раскидали Девайс дает хэшку Мид Пошла флэш На 15 никто не заходит Боятся ВП Сыграть против Балкона Сейчас будет главной Задачей Сыграть против Балкона Успешно Но тут Без шансов просто Для Дюпри Шанс был убить маньяка Но там в любом бы случае Был размен Ну и это сейв 4 девайсов Как я понимаю Девайс ждет до последнего Свою жертву Ну Грамотный охотник Дождется Своей жертвы И вот пожалуйста Забирает хэппи И Дигнитас Идут тащить Дигнитас Идут тащить Они идут тащить Вы посмотрите Они чувствуют Просто в себе Они чувствуют в себе Силы Геракла Или я даже не знаю Сам спаун Вдохновил их на это Они пойдут тащить Они будут играть Как датчане Они будут сейвить Пошла в пески молотов Горит Горит маньяк Уходит Непонятно 7 хп 7 хп у маньяка Пытается стреляться Фетиш Пески Разрывает Просто разрывает Теряется При перестрелке Сплэнтом Ему нужен просто Суппорт Но Бомба начинает Пищать сильно Давай еще вдобавок Ко всему мажет Так Тут вообще не смешно Как он стреляет 10-3 10-3 Фетиш едва не наказал Тем не менее Французы Обещали себе раунд Взяли себе раунд 10-3 И вот несмотря на то что Тим Диггин Взяли очень-очень быстро Первую половину Все мы с вами прекрасно знаем Как оно бывает Это только 10 Сначала А потом 5 Отдаешь И поехали в дефолт Так Ну совсем Совсем как-то безвольно Сыграли сейчас на Дуге Эти мол ДЛС Не кинули ни флешки Ничего позволили занять Позволили занять Айвику Дугу В итоге Айвик Еще Крайне навязчиво Сделал выпад С тачки Не дали уйти Непонятно Непонятно как И непонятно почему 3-2 по плантам Защита Дюпре минус Квикли И 20-ка в принципе Да Инфа по 20-ку прошла Кожун забирает хэппи Герой раунда будет Дюпре Несомненно минус 3 И игра с Балкона на коврах Застала врасплох Трех игроков В ДЛС Это было основное звено 1-3 Ух Очень быстрые раунды Очень быстрые раунды Такое ощущение Что датчане решили Своей вот этой Безумной стрельбой Ну видно что расстрелялись Просто заставят ДЛС сейчас сдаться Надеюсь что Хеллрейзерс в этот момент Играет с кем-то Праг Потому что пока Ну просто потому что ЛДЛС будут наверное На пике Разыграться На самом деле они отдают Команде Которая выше их в рейтинге По факту Проигрывают Уступают Но Видно что стараются Видно что расстрелялись Вот тактическая составляющая Конечно у них здесь Очень-очень слабенькая У них не получается Вот тех самых раундов Когда вы просто Дергаете парня А потом выходите Его забираете Так Девайс ЦЗшка Ой-ой-ой Наказал Забрал АК А нет у него АВП Выпад с ЦЗшкой делал В итоге ждет навики 12 КП Также Датская команда Сделала выпад На дугу Под флеш Закрыли еще одного Зрака атаки И вот Здесь 12-3 Ну так себе счет Можно сказать Для первой половины Карты До Инферно Французы по-моему Слегка расстроены Смена сторон Давайте смотреть С датчанами Да Ну вот Уэл ДиЛСи С Инферно Конечно не клеится Они вроде бы Играя на фрагбайте Кого-то даже обыграли А вот Если вспомнить Опять-таки Дерби матч С Клан Мистик На Старладере То там они уступили При том что Клан Мистик Показали Куда Более жестче Игру Чем на фрагбайте Но Но всякое бывает Ну что ж Девайс под Б Пока что один Пытается открыться Играет против двоих Сам того не зная Оставляет после себя Дэкпо И не уходит Или уйдет Ну датчан Вы можете заметить Потому что они просто Все растянуты по карте Французы пытаются Также сейчас удивить Один БД У Игроков защиты И Девайс сейчас Просто начекал То что Скафеля Квикли пытается принимать Ну будут наказывать Да будут наказывать И датская команда Угадывает Слабая Слабую точку Заходит практически В пустой пэплэн Остается Тупо разбить Квикли Тут даже Хэдшота не надо Просто затыкали Каджун Пинус Апекс Ну короче Француз В общем жалко мне ЛДЛС Жалко Будут играть С Хелл Рейзерс Вот так вот Маньяк погибает Вообще коронно Просто в прыжке На Труп до Кафеля Долетел Сказал маньяк 13-3 Ну мы с вами понимаем Что вот с такого счета ЛДЛС уже выбраться Будет очень сложно Дим Дигнетес Можно поздравить Они проходят Финал Винров Который мы будем Смотреть с вами завтра Такие вот дела Но на самом деле Поражение французской Команды В этом матче Конкретно в этом матче По-моему Это полностью их вина Потому что мы сами Видели какой у них Нюк И Сами с вами Прекрасно понимаем Как им не хватает Как им Насколько Все-таки много Им не хватает В атаке Как датчане их зашивали Датчанам конечно Где-то повезло Но везет ведь сильнейшим Поэтому В этом матче Они оказались сильнее 4 в 4 Попытка зацепиться На эко И заканчивается Она пока что Серия разменов Но может быть Пленд сыграет Но тоже маловероятно Ксипикс находит Голову Узи Вернее голова Узи Находит шальные пули Ксипикса Ну вот не выдержал Вылез Но слышал 20-ку Хотел сыграть непредсказуемо Это 14-3 И французам Сейчас нужно делать бай Ну вот два вторых Армала ждать на конечно Засейвить Если они еще хотят Попытаться что-то предпринять Но лезут на рожон Так маньяк Минус Все теперь можно Уходить на сейв После такого фрага Спокойно Можно сейвить Два пистолета Посмотрим как сыграет Хэппи Вот об этом парне Они ничего не знают Который просто пропустил Ой-ой-ой Шири вселенной Горе его Ну на ноге На ноге С пистолета Девайса не убить Он развернется Поставит в голову Знаем же мы этот расклад Вот Хэппи Очень сильно расстроен То что не получилось У него сделать Этот второй фраг Он просто не понял Сначала Видно было То что стал фокусить По 15 И подумал Что туда ушел Первый игрок Атаки на шифте Но Потом по-моему Догнал то что Зачем ему идти на 15 Бомба вот-вот взорвется Но тем не менее Фраги сделали Еще один эко Отдача не щит Для команды Тим Дигнита С LDLC Ну хорошее решение Смелое Но смогут ли они Смогут ли они В руках с девайсами Дать камбэк Такой же Как например Датчане сделали На нюке Я думаю нет Я думаю нет Тут уже по-моему Все решено Все решено Понятно Слишком большой разрыв Слишком плохая игра В атаке От французов Стоило бы конечно Подойти Может быть К этой карте Немножко посложнее Но это было 3 Друзья Это best of 3 И оно понятно Что В другой раз Все может быть иначе Тем не менее По-моему мы с вами Я не знаю Как вы Зрители Но я получил Просто огромное удовольствие От просмотра Первых двух карт Вот аж дух захватывает КС просто Невероятный Просто невероятный И эпичный 15-3 15-3 Дигнитас Впереди планеты всей Французов бай При том что без Ну хоть бы квикли Там на АВП На скребли Но уж если Если уж падать в яму То падать красиво Нужно АВП И в итоге нет Даже АВП Дым на дуге Какой-то непонятный Прострел в дым От Каджунба Девайс раскидывает Упор Это граната падает Квикли под ноги Тот стоит в агрессивной Позиции Что-то ждет Что ждет не ясно Ну ясно что пытается Сыграть на стрельбу Но это заканчивается Вот таким вот Привет как дела И в общем то ГГ ББ Можно сказать здесь Ну не ББ Но ГГ точно И игра на самом деле Была Жаль что конечно Третья карта Не какой-нибудь Мираж Где ЛДЛС тоже играют хорошо Жаль что это Не повторение карты Денюк И очень жаль то что Мы не видим борьбы На третьей карте Но тем не менее Две игры Мы с вами посмотрели Вернее две карты В этом матче Мы с вами посмотрели И по-моему Все было сыграно на уровне 16-3 Третья карта И команда Команда Дигнитос Отправляется Играть в финал Винеров Где Встретится с командой Виртус Про Команда ЛДЛС Играть в финал Играть в финал Играть в финал